В июле 2018 года был подписан договор о взаимодействии платежных систем России и Абхазии. Затем в соответствии с планом реализации этого проекта была проделана большая юридическая и техническая работа. Мы первоначально определяли принципы межсистемного взаимодействия, организационно-правые схемы, схему расчетов. Потом была сформирована дорожная карта, в рамках которой мы действовали. Была проделана колоссальная работа IT-управления процессингового центра Банка Абхазии, IT-специалистов банков-участников национальной платежной системы. И совместно эта деятельность привела к тому, что сегодня мы уже обслуживаем карты МИР на территории Абхазии. Необходимо было не только учесть и обозначить все формальные аспекты, но и интегрировать технологические платформы АПРО и МИРа. Проще говоря, специалисты настраивали банкоматы и посттерминалы для того, чтобы они могли считывать данные карт российской платежной системы. Для этой цели мы осуществили доработку нашего аппаратно-программного комплекса, провели тестирование и сертификацию нашей эквайринговой сети, эквайринговой сети наших банков-партнеров, осуществили организацию телекоммуникационного взаимодействия наших технических платформ. И благодаря этому всему на сегодняшний день держатели карт МИР из Российской Федерации могут приезжать и обслуживаться в нашей эквайринговой сети. Вот такая наклейка с надписью МИР появилась пока только на банкоматах Сбербанка. Но на самом деле уже абсолютно все банкоматы Абхазии способны обслуживать карты платежной системы МИР. Держателям карт МИР на территории Абхазии доступны операции по выдаче наличных в банкоматах и кассах банков, по оплате товаров и услуг через посттерминалы, установленных в торговых точках республики. Это окончание первого этапа нашего взаимодействия, очень важного не только для банковской системы и платежной отрасли, но и для, в первую очередь, курортной отрасли, поскольку мы наблюдаем рост количества транзакций, которые совершаются по картам МИР. Карта МИР – основное платежное средство российских бюджетников. Пенсии, пособия, зарплаты госслужащих обслуживаются именно этой системой. И именно сегодня держатели этих карт в основном как раз и есть те люди, которые приезжают отдыхать в Абхазию. Вот почему так важно было осуществить этот проект. Предоставление им удобного для них сервиса, привычного, как у них в стране, для нас являлось очень важной целью, которую мы решили, которую мы достигли. И сегодня приезжающий в Абхазию турист из России, он может уверенно пользоваться своей картой по всей территории нашей республики. И это очень важно и для них, и, естественно, для нас. Жителям Абхазии, получателям российских пенсий на карту МИР тоже станет жить легче. Им больше не придется выезжать за границу, чтобы иметь возможность найти деньги с карты. Таких людей в нашей республике, по словам специалистов, значительное количество. Значит, наша интеграция, она предоставляет удобный сервис не только для гостей нашей республики, но известно, что в Абхазии проживает большое количество граждан России, постоянно проживает в Абхазии, и значительная их часть – это люди пенсионного возраста, которые, соответственно, получают пенсии на территории России. Естественно, с учетом возраста это довольно проблематично – пересекать границу, выезжать, получать, возвращаться. Это и финансовые расходы в том числе. И эта интеграция, она сделает процесс получения пенсии комфортнее для них, если они являются держателями карт. Взаимодействие платежных систем России Абхазии подразумевает также обслуживание карт национальной платежной системы АПРО на территории России. Это второй этап реализации проекта, к которому планируют приступить уже в следующем месяце. Мария Накотова, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ.